МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «Автосфера» вновь рада приветствовать вас. Сегодня вы увидите Эксклюзивные модели, свежие автоновинки из Китая. Повторение пройденного, для чего нужно утеплять моторный отсек. Причины вибрации на ходу после посещения мойки. Хороший хозяин перед наступлением морозов обязательно побеспокоится об утеплении моторного отсека. Кто-то, возможно, скажет, а зачем? У меня в любой холод стрелка указателя температуры стоит строго на своем привычном месте. И печка греет прекрасно. Давайте не будем спорить. Лучше разберемся в физике самого процесса. Замечу, что телепрограмма «Автосфера» выходит в эфир без перерывов уже 28-й год. И каждую зиму я не устою напоминать о том, что мотору тоже бывает холодно. Смотрите, внутри двигателя с рабочей температурой во многих его скрытых полостях циркулирует горячий масляный туман и кое-где столь же горячие картерные газы. Если радиатор открыт всем ветрам, то при движении в мороз термостат системы охлаждения наглухо закрыт. И поток ледяного воздуха насквозь пролетает в подкапотное пространство. Снаружи мороз, внутри сыро и горячо. Что будет? Правильно, сначала водяной конденсат, потом куржак и лед. Вот почему у некоторых моторов при движении могут перемерзать каналы системы вентиляции картера. А дальше из-за повышенного давления внутри либо выбивает наружу маслоизмерительный щуп, либо срывает крышку маслозаливной горловины. Такое происходит, как правило, при движении по трассе. Если масло попадает на выпускной коллектор, может произойти пожар. А если оно вытекает мимо, то случается масляное голодание с последующим заклиниванием мотора. И это не просто страшилки. Я помню и знаю немало таких случаев. Даже когда в силу конструктивных особенностей двигатель не склонен к перемерзанию полости при открытой облицовке радиатора, мотору на сквозняке все равно становится нехорошо. Образующийся внутри водяной конденсат попадает в масло и, соответственно, ускоряет износ деталей. Чтобы убедиться во вредном влиянии ледяного сквозняка, особенно при движении по трассе, остановитесь, заглушите двигатель и снимите крышку маслозаливной горловины. Наличие белесого налета укажет на обильное пополнение масла водой из-за переохлаждения отдельных частей все тем же водяным конденсатом. Нет такого налета, только чистое масло? Ну и хорошо. Значит, с тепловым режимом у вас все в порядке. Но в холода, повторюсь, надо прикрыть радиатор от ветра хоть чем, ну хотя бы куском картона. Ведь вы же, когда мерзнете, почему-то одеваетесь потеплее, несмотря на то, что у вас внутри температура 36,6. Так и мотор может перемерзнуть при температуре охлаждающей жидкости 90 градусов. Только не там, где находится антифриз, а в другом критическом месте. Итак, надо утепляться. Сейчас многие автомобили имеют ячейстую структуру решетки радиатора или ребристый ее рисунок. То же самое касается широких окон воздухопритока в переднем бампере. Предлагаю простой вариант утепления. Вспененный листовой полиуретан, купленный в хозяйственном магазине. Режется он очень легко. Вымеряйте его по месту. Следующее действие. Вытягиваем полоску крепежа наружу к себе с помощью проволочного или вот такого крючка. Продеваем в обратном направлении через утеплитель и аккуратно, не сильно поджимаем его стяжкой. Не переусердствуйте. Оставьте слабину, чтобы не раздавить материал. Другой способ перекрытия лишних вентиляционных отверстий это круглые полиуретановые утеплители водопроводных труб. Они тоже стоят дешево. Они также легко режутся по размеру и чаще всего вообще не требуют крепежа, если речь идет о длинных горизонтальных прорезях. Варианты могут быть разными, но цель утепления моторного отсека одна. Исключить избыточный ледяной сквозняк в подкапотном пространстве. По поводу изменений на российском и на мировом авторынке так и хочется сказать. В интересное время живем. Прежде всего, изумляют темпы развития автомобилестроения в Китае. Только на недавней выставке в городе Гуанчжоу было представлено около тысячи моделей и модификаций новейших автомашин. Поэтому крупнейший поставщик китайских автомобилей автотехцентр Антикорсервис не перестает удивлять омичей просто потрясающими новинками. Сегодня мы знакомимся с двумя яркими образцами современной автомобильной моды. Это Джили Атлас Кью и Линк Ко 05. Это, кстати, очередной пример оперативной работы Антикорсервиса. То, что официальные дилеры обещают привезти к середине или даже к концу 2024 года, уже доступно в автосалоне на Мельничной. Новый премиальный бренд Линк Унтко создан для того, чтобы привлечь под свое крыло ценителей шикарных качественных вещей. Модель с заводским индексом 05 наглядное тому подтверждение. По словам очевидцев, сейчас на европейских дорогах уже можно наблюдать, как довольные хозяева этих кроссоверов при встрече приветствуют друг друга. Дескать, у меня все классно, и ты сделал правильный выбор. Узнаваемость 05 стопроцентная, в том числе благодаря оригинальной головной оптике. С какого ракурса ни посмотри, внешность новинки блистает ультрамодными решениями. Но активных, умелых водителей, про которых говорят с бензином в крови, Линк Унтко 05 должен покорить еще и незаурядными издовыми качествами. Здесь под капотом спрятан двухлитровый форсированный турбомотор мощностью 254 лошадиных силы. В трансмиссии важное место занимает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Айсин. Классическая гидромеханика. Привод полный. Дорожный просвет 21 сантиметр. Разгон с места до сотни менее чем за 7 секунд. Максимальная скорость 230 километров в час. Несмотря на внушительный размер 20-дюймовых колес, кроссовер демонстрирует хорошую плавность хода. В этом, точно так же, как и в прекрасно выверенной управляемости, проявляется заслуга знаменитой волеварской платформы с обозначением CMA. На самом деле, зачем что-то выдумывать, когда есть превосходное европейское шасси, которое можно взять за основу? Сразу чувствуется, что китайцы здесь тщательно поработали над шумоизоляцией. По-другому нельзя, ведь тишина и комфорт в салоне тоже являются обязательной составляющей в сегменте премиум. А по качеству подгонки деталей, по дизайну и по выбору материалов отделки Link K05 заткнет за пояс, если не всех, то большинство своих конкурентов из Японии, Кореи, Америки, Европы. Все сделано со вкусом, в разных цветах и фактурах. Где надо – мягче, где нужно – пожестче. Скажем так, здесь роскошь умело сочетается с практичностью. Мне нравится, что помимо сенсорного управления многими функциями, конструкторы сохранили и физические кнопки, клавиши и крутилки. Продуманная эргономика – еще один сильный козырь именно этой новинки. В списке оснащения имеется множество приятных и, безусловно, полезных устройств. В их числе, например, активный автопилот и отличная система видеонаблюдения за всем, что происходит вокруг авто. Хоть на стоянке, хоть в движении, хоть во время парковки. Стиль и удобство, как в основных элементах, так и в мелочах, дополняют ту самую пресловутую обстановку роскоши и комфорта. И не надо забывать, что этот стремительный хищник способен доставлять массу удовольствия от активной езды с мощными ускорениями и с быстрым прохождением виражей. Кроме того, полный привод и большой, как у Нивы, дорожный просвет значительно расширяют возможности для неординарных путешествий. А вот что находится по соседству. Не менее эффектно, но совсем по-другому выглядит новейший Джили Атлас Кью. На некоторых зарубежных рынках он позиционируется как Джили Стар Рей или Боуи Ку. Благодаря новым граням кузова, а также за счет измененного светового оформления передней и задних частей, Кью-модель дистанцируется от своих предшественников. Несмотря на то, что на последней версии Атласа установлен полуторалитровый бензиновый турбодвигатель, эту машину вялой не назовешь. Она хорошо ускоряется. Тут без заминок работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия. И по части рулежки Атлас Кью тоже ведет себя практически образцово. Ведь здесь применена та же самая вольвовская тележка с обозначением CMA, что и на Линк Ко 05. С первого взгляда на интерьер на ум приходит прилагательное манящий. Сюда хочется сесть. Здесь хочется все покрутить, включить и попробовать. Дизайнерские находки встречают вас со всех сторон. От тисненной отделки на обивке дверей до удивительной формы удобного хваткого руля. А как вам такой противосолнечный козырек? Он необычен и в то же время функционален. Здесь есть даже подсветка для зеркала. Экран мультимедиа комплекса с его огромными размерами впечатляет не только возможностями, но и своим быстродействием. Вообще с наступлением эры современных китайских автомобилей постепенно меняется отношение к новой машине. Особенно среди молодежи. Ее покупка становится все больше похожей на приобретение дорогих бытовых электронных устройств. Посыл такой. Не сомневайся. Сдавай старую. Бери новейшую модель. Пользуйся. Получай удовольствие. Будь модным. Конечно, здесь главное, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. И вот как раз для расширения возможностей по приобретению авто антикорсервис объявляет существенные новогодние скидки. Тот, кто подождал с покупкой до декабря, явно не прогадал. Выгода будет реальной. Ну, а дополнительный комплект зимних шин можно считать новогодним подарком от проверенного временем автоцентра. За подробностями обращайтесь в автосалон. Адрес автосалона улица Мельничная 134 Справочный телефон 291 911 Стремление к поддержанию чистоты это благое дело. Но иногда при мойке автомашины либо мойщик, либо сам хозяин делает одну существенную ошибку. В последнее время, как мы видим, большой популярностью стали пользоваться мойки самообслуживания. Тема эта хорошая, но есть один нюанс. Быстрое расходование денежного лимита в автомате зачастую подгоняет водителя, что иногда приводит к спешке. Однако мыть быстро это не значит хорошо. Обратите внимание, если на вашей машине установлены легкосплавные колеса, в обязательном порядке через окна между спицами промывайте их внутреннюю часть. Не жалейте на это лишние 50 рублей и несколько минут дополнительного времени. Многие автовладельцы просто не представляют себе, сколько грязи скапливается на внутренней стороне обода. А в снежную погоду там же зачастую намерзает и снег, и лед. И если вы промыли колесо только снаружи, обеспечив ему нарядный внешний вид, то изнутри по касательной мощной строй воды вы невольно сбиваете только часть налипшей грязи с какой-то одной стороны. Как результат, после выезда с мойки машину начинает нещадно трясти, начиная со скорости 70-80 километров в час и выше. Причиной тому большущий дисбаланс колес, который или вы, или мойщик только что создали своими руками. Кстати, на стальных штампованных колесах с их маленькими дырочками такого не наблюдается. Просто через них не проходит достаточное количество воды под давлением, и вся грязь внутри колеса с ее равномерным слоем расстается на месте. Вы наверняка понимаете, что разбалансированное подпрыгивающее на ходу колесо это плохо. Ведь это лишняя нагрузка на шаровые опоры, на наконечники рулевых тяг, на втулки стабилизатора поперечной устойчивости. А еще это серьезная помеха для работы электронных систем безопасности. В конце концов ненужная тряска лишает вас комфорта. Поэтому тщательно промывайте легкосплавные колеса не только снаружи, но и изнутри, стараясь при этом не сбить приклеенные балансировочные грузики. Желаю вам только ровных дорог и приятных поездок без всяких вибраций и тряски. Зимняя дорога полна неожиданностей, особенно при плохой погоде. Как лучше и безопаснее замедлять свой автомобиль в различных дорожных ситуациях? В последние годы и у нас в России и за рубежом все большей популярностью пользуется тактика защитного вождения. Ее смысл заключается в том, чтобы вы могли максимально обезопасить и себя и свой автомобиль от разного рода дорожных неприятностей. Цель ясна, способ понятен. Это грамотное защитное вождение. Применительно к снижению скорости одним из важнейших тактических приемов является раннее торможение. Его суть проста смотреть подальше перед собой и загодя оценивать дорожную обстановку. Постоянно просчитывая развитие ситуации в дальней перспективе вы сможете к примеру гораздо раньше начать притормаживать перед включением красного сигнала светофора. А те, кто привык вглядываться в дорогу только перед капотом, зачем-то несутся к уже явно наметившемуся препятствию до последнего и потом резко тормозят. Не уподобляйтесь таким ездокам. Будьте разумнее и в прямом смысле дальновиднее. Раннее торможение сбережет вам топливо, продлит срок службы тормозных колодок и позволит спокойно останавливаться даже при сильном гололеде. Теперь о другом. Об экстренном замедлении на реально скользкой дороге. Вариант А. На вашем автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов. Чтобы как можно быстрее остановиться, не просто нажимайте, а резко бейте по педали тормоза и давите на нее от души. При таком действии водителя тормозной путь будет минимально возможным в данных конкретных условиях. Вариант Б. На вашей машине и чаще всего это отечественный автомобиль установлена тормозная система попроще без страхующей электроники. Вот здесь водитель уже должен сам регулировать усилия на тормозной педали с тем, чтобы не допустить нежелательного юза колес. Прием импульсного прерывистого торможения заключается в частом быстром нажатии и отпускании тормозной педали вплоть до начала блокировки колес. Здесь надо слушать и слышать не только появление характерного шума от проскальзывающих колес, но и звук мотора, если вы применяете так называемое комбинированное торможение. Его суть известна. Сброс газа и замедление хода машины за счет тормозного момента двигателя на ведущих колесах дополняется действием рабочей тормозной системы. Но в экстренных ситуациях, чтобы случайно не заглушить мотор, на автомобиле с механикой придется левой ногой выжать с педаль сцепления, а правой часто и коротко нажимать на тормозную педаль. Помните, наибольшая эффективность проскальзывания каждого колеса. Не дотормаживать плохо, но и жесткий юз тоже существенно удлинит тормозной путь. И он же заодно лишит вас возможности изменить траекторию движения. Не зря следы от заблокированных колес на месте очередного ДТП называют росписью страха. Это значит, что неумелый водитель на машине без АБС просто впал в панику и давил на тормоза до последнего. Чтобы такого не произошло, сохраняйте самообладание безопасную скорость и, поглядывая вдаль, заранее оценивайте дорожную обстановку. Ну, а тактика раннего торможения должна использоваться вами всегда и везде. Это один из признаков умелого и безопасного водителя. На сегодня это все. Программа Автосфера прощается с вами и желает вам счастливого пути! Субтитры создавал DimaTorzok